здравствуйте дорогие слушатели спасибо большое за приглашение организатора вебинаров меня зовут юлия омлинская я преподаватель русского языка как иностранного испанского языка и руководитель нескольких онлайн-школ в том числе большой языковой школы которая которая сегодня буду рассказывать я буду рассказывать о ней потому что она существует уже много лет она была открыта 2013 году и успешно функционирует до сих пор а еще потому что когда я открывала школу я совершила очень много ошибок и об этом я тоже буду рассказывать я ни в коем случае не хочу чтобы моя школа послужила каким-то идеальным примером для кого-либо кто хочет создать свою языковую школу это просто одна из школа одна из моделей которые хочу поделиться на всякий случай вдруг кому-нибудь будет полезен мой опыт и будут полезны какие-то мои рекомендации которым я пришла только со временем оказалось я из вас будут появляться вопросы в течение вебинара можете писать а в чате или во вкладке вопросы я в принципе буду контролировать и то и другое вот мне татьяна порекомендовала чтобы вы в конце не задавали вопросы ну или по моему желанию мне бы хотелось все таки чтобы вопросы появлялись по мере просмотра презентации и прослушивания вебинара потому что это будет более интерактивный формат мне кажется это было бы интереснее для всех и для меня и для вас чтобы это не было такой лекцией для меня в принципе не составляет труда контролировать вкладки чат и вопрос поэтому я буду это время от времени делать и параллельно рассказывать а еще я хочу вам показать сайт в конце презентации наверное или в середине где-то я отключу как раз презентацию и покажу свой сайт с помощью демонстрации экрана чтобы уже на конкретных примерах объяснить какие вещи и так языковая школа с нуля открытие развития новый этап деятельности педагога о чем сегодня пойдет речь о создании а постов в социальных сетях о поиске ниша продвижения создание онлайн школы анализа рынка ценообразования о сайте о проведении собеседований и о видении то есть об открытии да и о видении но социальные сети и то есть видение онлайн школа собственных введение онлайн школ иностранных языков поиск ниш работа студентами педагогами форма оплаты и прочее действительно открытие школы это новый этап деятельности преподавателя я веду большое сообщество который в фейсбуке который называется преподаватели русского языка как иностранного преподаватель ркаи и в этом сообществе часто задается вопрос куда идти преподавателю который хочет развиваться дальше здесь есть несколько моделей конечно некоторые преподаватели начинают создавать свои вебинары по разным темам проводить свои консультации и так далее а некоторые преподаватели приходят как раз созданию школы если вы действительно пришли к решению о том что вам нужно открыть школу то на что нужно обратить внимание во первых что вы работаете в этой области значит что вы не новичок вы знаете многое о том как работает система преподавания особенно если вы работаете в онлайн формате а вы знаете многое о ценообразовании и вероятно вы знаете многое работе социальных сетей и о механизмах работ социальных сетей это значит у вас есть уже большой плюс в этой сфере это вы понимаете как работает рынок да вы смотрите анонсы других преподавателей вы видите как они работают тут многое можно еще добавить вас есть возможность сравнить это плюсы есть минусы когда вы открываете школу нужно понимать что на вас свалится огромное количество дополнительной работы которые не не имеет отношения прямого именно к преподаванию это большое количество административной работы на первых порах все это лежит на вас если у вас нет помощников если вы сразу команду помощников не набрали это работа связана с составлением текстов для блога стать написанием статей работ работы в социальных сетях в том числе и связаны с рекламой вероятно кое-какие бухгалтерские вещи тоже будут лежать на вас и работа поначалу может показаться монотонной неинтересной потому что естественно вот вы открываете школу вы создаете сайт и люди начинают заполнять формуляр чтобы записаться на курсы это может быть это могут быть ваши курсы только или вы можете нанять других преподавать и эти сообщения приходят каждый день в большом количестве они приходят через разные мессенджи они приходят по мэйлу и на них нужно регулярно отвечать конечно когда я открывала школу 2013 году люди были более терпеливая и они могли ждать хотя бы 24 часа прежде чем мы им отвечать человек записывается пример на румынский язык и вот тогда я имела право ответить через 24 часа сейчас все ускоряется понятно сейчас время ожидания составляет только несколько часов максимум иначе люди уходят просто другую школу это большое давление на администратора и при создании школы преподаватель который ее создал он и является администратором на первых порах поэтому вот эти вещи давление это монотонная работа это постоянное продумывание стратегии это трудно но плюсы могут которых я указала сначала не мог перевесить этот минус потому что вы вот четвертый пункт так что вы можете учиться у конкурентов вы уже видели конкурентов скорее всего если вы преподаватель который на себя работает если вы работали мне на себя и хотели бы открыть свою школу это тоже такой вариант возможен нужно просто какое-то время уделить тому чтобы изучить рынок естественно просто так школу открывать немножко опасно для того чтобы открыть школу нужно посмотреть какие еще школы есть и что они делают моя школа называется language life это школа иностранных языков в онлайн формате мы работаем по всему миру нас могут быть русскоговорящие ученики могут быть ученики из-за европейских стран и со всем мир из австралии новой зеландии откуда угодно прежде чем открыть вот такой сайт нужно посмотреть на подобные сайты это будет конечно зависит от того как у вас целевая аудитория с какими языками вы работаете или с каким языком вы работаете и вот исходя из этого нужно смотреть какие сайты какие проекты еще существуют я всегда рекомендую смотреть не только русскоязычные проекты языковых школ но и проекты на иностранных языках других школ потому что я не знаю к примеру итальянский язык вероятно есть много школ итальянского языка и вероятно в этой сфере в этой нише было создано больше чем в сфере там русского языка как иностранного или болгарского языка вдруг его преподаете или хотите открыть такую школу и вы можете просто позаимствовать идеи оттуда до видоизменить их каким-то образом и использовать их своей практике первый шаг это безусловно анализ рынка и здесь я хочу отметить что у меня с этим шагом сразу возникли проблемы когда я школу открывала 2013 году мою школу language life потому что я была преподавателем я была только преподаватель у меня не было никакого бизнес опыта у меня не было образование в сфере маркетинга и поэтому я просто бросилась в эту сферу и открыла школу не думая ни о чем не проанализировав ничего собственно и мне пришлось очень тяжело потому что как оказалось трудно конкурировать такими гигантами как айтоки или там при плане большими вот этими платформами где есть все языки у меня тоже была такая ситуация потому что у меня в школе 54 иностранных языках а и я начала с основных языков сначала меня там английский испанский итальянский немецкий французский основные европейские а потом я уже приняла решение расширяться и добавлять другие языки потому что я понимала что специалистов специалистов по более редким языка не не так уж много если мы например говорим о славянском языке или о болгарском языке или о балтийских языках хороших специалистов филологов преподавателей не так много поэтому я решила расширяться вот вот туда и это оказалось моей нишей но я не сразу это поняла когда я открывалась сразу дохода не было потому что я рассчитывал на основные европейские поэтому прежде чем открывать школу нужно проанализировать рынок какие плюсы и минусы есть в этой отрасли какое ценообразование какие проекты я бы давала просто даже просто сделать такую таблицу плюсы и минусы и вписывать туда проект который вы находите и смотреть что у них есть на сайте и какие у них преимущества и недостатки и вы задаете свою бизнес модель на основе первых двух пунктов то есть вы анализируете то что есть и вы думаете о том как вы можете улучшить то что не очень хорошо конкуренция и что вы можете еще создать нового второй шаг у сложный потому что вы переходите от анализа уже к практике вы создаете сайт и вы начинаете писать тексты для сайта для того чтобы создать сайт я привлекла профессионала человека который давно занимался к тому времени созданием сайтов профессионально и мне повезло потому что у меня появился такой человек который занимался созданием сайтов посвященных языковой тематике я ее нашла специально я знала что она не создать хороший сайт потому что разбирается в этой в этом вопросе это оказалось очень важным впоследствии я до сих пор с ней сотрудничаю потому что она понимает многое о преподавании языков об изучении языков о маркетинге о контекстной рекламе и так далее что важно для сайта для сайта важно чтобы тексты были понятны и структурированы чтобы тексты не были слишком длинными на сайте потому что сейчас особенно актуально я уже говорила когда я начинала презентацию я уже говорила люди сейчас стремятся получить информацию как много как можно быстрее и чем более конкретная информация тем лучше поэтому структура очень важно то есть сразу люди должны получить информацию о том что представляет собой школа чем вы отличаетесь от других школ вот такие моменты еще я помню что когда мы открывались нужно еще было писать вопросы и ответы на 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 эти вопросы связанные с онлайн обучением потому что не все люди верили в то что онлайн можно учиться тогда конечно после бума 2020 года все это прекратилось но мы оставили эти вопросы и ответы на сайте тоже я потом это покажу чтобы не выглядело голосу голословно на сайте что с моей точки зрения должно присутствовать резюме преподаватель информация об оплате совершенно конкретная то есть цены должны на сайте стоять формуляр записи на курсы тоже довольно четкий с определенными местами для заполнения и у нас на самом главном на самой главной странице сайта написано чем отличаемся от других школ по пунктам прям то есть структурированная такая информация я иногда встречаю некоторые сайты школ на которых нельзя найти резюме учителей имеет честно говоря удивляет мне кажется это странно потому что я бы не пошла в такую школу где непонятно с кем ты будешь заниматься как у них образование у них опыт работы поэтому я всегда размещаю резюме всех преподавателей я просто с этим столкнулась и подумала что наверное на моем сайте это должно быть обязательно профессиональный перевод текста в сайт это тоже очень важно если вы планируете работать на широкую аудиторию помимо русскоязычных то перевод должен быть хорошим то есть машинный перевод не годится у нас сайт переведен на основные европейские языки кроме кроме немецкого потому что германии большинство владеет английским и нам это показалось нецелесообразным и просто когда мы уже могли перевести на немецкий там было очень много информации перевод бы стоил гигантских денег поэтому решили все таки не делать поэтому сайт переводил переводили мне профессиональные переводчики или в крайнем случае я делала машинный перевод с помощью переводчиков google или dipol и потом отправлял на проверку на корректировку переводчик просто может быть такая ситуация когда человек с английским понятно да вот там из других стран и люди заходят там француз например встречается с французским переводом коряво большим количеством ошибок речевых по большей части французы очень трепетно относятся к самому языку обычно поэтому когда он это видит он говорит как-то непрофессионально сделано плохо ошибки я не пойду в эту школу они даже нормально не смогли перевести сайт и к сожалению это происходит на это нужно обратить внимание как я уже сказал я работал с профессиональным веб-дизайнером который составал для меня все все сайты у меня пять школ они работают с разной степенью эффективности но работают и она же являетесь специалистом по рекламе и с ио то есть продвижению сайта в поисковиках ключевые слова как эти ключевые слова влияют на положение в гугле например она всем этим занимается и я оплачиваю работу соответственно контекстную рекламу плачу вот и как что это важно если вы разбираетесь в создании сайтов и продвижении так далее это не нужно а вот я например не разбиралась и сейчас тоже не разбираюсь поэтому я решила обратиться к профессионалу хотя сейчас создание сайтов стала простым делом совершенно простым делом и я уже не уверен я сейчас открывала вот сейчас открывала школы свои обратилась бы я к ней или нет это интересный вопрос не знаю может быть я постаралась бы разобраться сама а сейчас у меня просто уже нет времени чтобы 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 этим заниматься я продолжаю с ней сотрудничать собеседование этот сложный тоже этап и длительный этап во первых когда вы только открылись конечно не отправить вам нужно размещать в социальных сетях объявление о том что вы ищете преподавателей по определенным критериям анонсы специально например мы не принимаем непрофессиональных преподавателей которые например просто являются носителями языка без опыта такими мы не не работаем нам важно чтобы было педагогическое филологическое образование и опыт работы причем в нашем случае мы работаем как с русскоязычными преподавателями так и с носителями языка но я знаю что некоторых школах работаю с носителями языка но носитель значит он уже преподаватель это не так вообще нет я как преподаватель не имею права такого человека принять к себе и поэтому такие резюме я даже не не рассматриваю мне кажется что это большие потери для репутации школу вот поэтому обязательно опыт работы обязательно профильное образование и помните я рассказывал вам о том что моей нише стало расширение школы в отношении редких в кавычках языков таких языков как например балтийские языки славянский болгарский румынский также грузинский армянский на них люди записываются казахский это кажется странным но многие иностранцы даже изучают эти языки не только лингвисты не только интерес грузинскому языку например есть казахскому безусловно некоторые изучают киргизский потому что они ездят кирпизию бизнес кирпизии это оказалось интересной ниши другой нишей а наши школы стало то что у нас работают носители языка разных языков некоторые из которых владеют русским языком то есть например преподаватель венгерского языка из венгрии филолог который владеет русским языком на высоком уровне и это большой плюс потому что русскоязычные клиенты предпочитают работать с преподавателями которые владеют русским языком а если преподаватель еще является профессионалом и носителем языка при этом но это хорошо это очень хорошо у нас не не везде такие такие есть учителя там тыгнать и так просто на самом деле да у нас есть там учитель английского американец который прекрасно владеет русским языком он профессионал есть как я уже сказала преподавательница из венгрии которая тоже филолог она филолог словист и прекрасно знает русский с болгарским тоже такая ситуация вот ну и из и преподаватель испанского есть который владеет русским тоже филологи испанцы я старалась специально таких набрать я вижу вопрос дмитрий сейчас я закончу этот слайд и потом вам отвечу на первом этапе я размещаю анонсы и потом я обрабатываю резюме преподавателей которые мне приходят на что я обращаю внимание когда я смотрю резюме владение иностранными языками опыт работы мотивация потом я мотивацию нельзя определить поэтому я провожу личные собеседования в онлайн формации и смотрю на человека это очень важно особенно когда я беру людей для работы с детьми есть большая школа для детей билингов то есть двуязычных детей или многоязычных детей живущих за границей то детей которые владеют русским языком и там шведским французским испанским как них два языка одновременно и вот для работы с детьми нужно конечно совершенно определенная мотивация нужно посмотреть не на человека но это взрослыми тоже это выясняется во время личного собеседования иногда когда я еще не уверена в том что этот человек не подходит я отдаю проверочные задания то есть я даю какое-то задание говорю проведите пожалуйста со мной урок по этой теме со мной в качестве студентки если я знаю этот язык то я предлагаю определенную тему если не знают может быть армянский грузинский тогда просто учитель выбирает сам какой теме хочет провести вот такая ситуация с собеседованиями резюме давайте я отвечу тогда на вопрос который возник у дмитрия какие конкретные иностранные языки будут наиболее ценными при поиске работы в ближайшей перспективе тут меня у меня тоже вопрос ответный возник при поиске работы для кого именно то есть при поиске работы где в россии или за границей мне нужно просто поле как конкретной информации тогда я смогу ответить на этот вопрос вы имейте ввиду с чьей точки зрения опять же потому что например а вот иностранцы записываются грузинский язык потому что у них есть например бизнес грузии эти языки перспективные стоит точки зрения перспективные сейчас вообще страны снг не очень развиваются и поэтому иностранцы это понимают он начинает учить языки такие языки как казахский грузинский армянский до балтийские языки это звучит немножко странно да потому что кажется что популярен традиционный набор языков это европейские языки английские испанские итальянские немецкие но нужно понимать здесь конкуренция уже очень большая в этой сфере и трудно справиться с такими гигантами как айток или припла или даже таким количеством частных учителей которые существуют а если мы говорим о более нишевых языках намного меньше профессионалов вот например славянский очень сравнение прекрасная страна и идет очень большая иммиграция в словению не только из из русскоговорящих стран но и из других европейских стран и поэтому вот славянский пользуется популярностью например болгарский кстати болгарские большое количество людей записано болгарских на болгарский ручку русскоязычных потому что опять же связи миграции сербский недавно был опрос рбк связанный с популярностью языков это не меня брали интервью я сказала что сербский пользуется популярность сейчас опять же связи с миграцией сербия черногорья огромное количество студентов которые изучают на сербский язык турецкий также с тем же по тем же причинам вот примерно так то есть здесь сложно сказать с точки зрения какой точки зрения мы смотрим если мы смотрим с точки зрения там иммиграции россиян то это болгарский сербский турецкий да если мы смотрим с точки зрения а и балтийские языки с точки зрения иностранцев то здесь казахский идет на грузинский записываются и также балтийский нужно тоже понимать что люди записываются на уроки языков по разным причинам кого-то бизнес у кого-то родственники например кто-то интересуется культурой кто-то лингвист и все они собираются вот в одном в одном месте мотивация добрый день даете время преподавателя подготовку занятий это чисто импровизация проведение урока с вами в качестве студента нет я даю время на подготовку конечно потому что если бы сейчас мне сказали вот прямо сейчас я преподаватель русского как иностранного проведите урок по родительному потяжу множественному числу это очень трудно тема для иностранцев чтобы понимать я бы так проведу я наверно смогла что-то импровизировать бы но это было бы непрофессионально потому что в принципе конечно преподаватель перед уроками готовится конечно я дала бы время потому что если вы если бы это было микровизации это своей точки зрения было бы совершенно жестоко это какой-то садизм прям не делать дальше по ценовой политике здесь нужно тоже продумать во первых нужно посмотреть что с ценами у конкуренции не только участок преподавателей но и на платформах на платформу бывает очень разные цены на приплай например есть такой большой разброс это часто зависит от опыта преподавателя но не всегда что у нас со средними ценами я просто скажу скажу какие цены у нас в школе они очень средние в чем недостаток размещения цен на сайте в том что мы не имеем права повысить цены для клиентов которые живут в более обеспеченных странах это не частный преподаватель который думает там вот студент например у меня из швейцарии или из норвегии и дании сша велика британия ему немножко цена повышу то что есть возможность оплачивать где заплате делать нельзя цены одни для всех иначе это будет выглядеть очень непрофессионально когда на сайте будет написано там пишите нам мы скажем вам цену да это очень некрасиво у нас цены такие у нас есть разные уроки у нас есть уроки 30 минут 45 минут 60 минут и 90 минут и 30 минут у нас 10 евро 45 минут 14 евро 60 минут 18 евро и 90 минут 25 лет причем нужно понимать что из этой суммы мы получаем школа получает комиссию небольшую а все остальное идет учителем например возьмем урок 60 минут он стоит 18 евро мы берем себе 4 евро с каждого урока и преподаватель отправляем 14 евро нет цен указанных евро потому что я живу в испании я являюсь индивидуальным предпринимателем здесь и но в принципе есть возможность оплату тоже в рублях брать по-разному бывает разными платежными системами тогда по курсу просто вот такая ситуация и тут возникает у многих вопрос а у смысла так работать то есть вы все берете минимум а преподаватель отдаете большую часть дело в том что если бы мы преподавателю платили какой-то какой-то минимум совсем мало то преподавателя не было мотивации работать с нами и это я боюсь что это превратилось по со временем какую-то профанацию эпоха не хотелось такого и поэтому я приняла решение брать минимальную комиссию работать просто на объеме на количестве студентов которые в нашу школу приходит нужно понимать что это медленный бизнес количество студентов растет не сразу моментально они накапливается и поэтому многие бросают эту идею открыть онлайн школу потому что это не приносит сразу супер дохода я решил подождать и сейчас в наших школах большое количество учеников которые позволяют и учителям жить и работать нормально и мотивированно работать и нам тоже чуть ли ни в коем случае нельзя с ними нельзя плохо обращаться конечно нужны я потом об этом договоритесь я успею наверное успеют да конечно нужно их слушать нужно защищать от нападок потенциальных студентов или студентов если они действительно несправедливы это сложно найти баланс если вы являетесь администратором школы потому что учитель может быть неправ так и ученик может быть неправ нужно разбираться тут хороший вопрос появился сейчас я отвечу вот о длительности уроков я сразу скажу значит мы с вами уже что выяснили ниши да вот эти экзотические языки у меня так получилось ниша это носители языка владеющие русским и опять же ниши ниши оказалась длительность уроков потому что сначала у нас была длительность только 60 и 90 минут сколько я помню когда я открывались и потом оказалось что этого недостаточно потому что некоторые люди не в состоянии платить были 18 евро и я подумала наверное нужно сократить длительность уроков и чтобы они могли ползать поменьше и тогда я сделала возможным проведение уроков 45 минут и 30 минут кому нужны 30 минут на уроке здесь вопрос возник то действительно у нас совершенно разный контингент носить люди всех возрастов к нам приходят малыши дети семилетние шестилетние не могут не все могут заниматься 45 минут а поэтому мы действительно проводим для них 30 минут на уроке а бывает так что люди хотят разговорные уроки каждый день просто вот общаться с носителями языка на разные темы и у них нет времени они просто едут машине разговаривают и они хотят 20 30 минут на уроке тоже проводить проходить вот так и два ситуации 30 минут на 30 минутные именно в рамках языковой школы пользуются спросом по большей части у детей вы правы если мы говорим о другой моей школе это школа для билингова в калейдоскоп называется там нас много да и все дети это для детей школа и поэтому там нас пятилетние есть 6-летняя не выдерживать 45 поэтому здесь 30 конечно давайте я отвечу на вопросы пакетные занятия хороший вопрос я не не сказала сейчас об этом у нас есть пакеты пакет начинается 10 уроков то есть если это 5 уроков то оплачивается обычная цена то есть 18 может на 5 случае 60 минут если вы покупаете сразу пакет 10 урок то вы платите 175 евро то есть минус 5 евро но если вы 20 уроков сразу приобретаете то здесь уже большая скидка здесь получается 165 за 10 уроков да вот 330 получается да за 20 да то здесь уже значительная скидка идет вот нас есть 10 и 20 такие пакеты и интересно очень наблюдать за этим потому что у меня есть школа русского языка как иностранного для взрослых это вот первая которая была открыта 2012 и иностранцы предпочитают заплатить вот они прошли пробный урок кстати об этом я не говорила сейчас скажу они прошли пробный урок 30 минут и они вот преподавали поверили им понравилось они оплачивают сразу 10-20 уроков а вот русскоязычные не всегда так делают мне кажется что я не ни в коем случае не критикую не ругай никого это на самом деле травматичный опыт от мошенников от обмана просто действительно люди боятся что они заплатят за 10 урок за 20 и мы уйдем с их деньгами поэтому мы разрешили ученикам платить поурочно то есть они оплачивают до каждого урок у них есть такая возможность то что я понимаю что с чем это может быть связано и некоторые даже пишут а вот сейчас мы оплатим 10 а вы уйдете с нашими деньгами ну вот поэтому я говорю если вы боитесь то то можете оплачивать по одному без проблем вот такие пакетные занятия по поводу пробного урока у нас в во всех школах есть пробный урок это урок знакомства продолжается он 30 минут он бесплатный всегда это возможность познакомиться с преподавателями объяснить что вам нужно по этим учебником вы занимались если вы занимались уже какие у вас запросы а кстати да про пакеты здесь в последнем пункте я уже об этом сказал а еще о типе уроков конечно да это тоже может быть нишей уроки могут быть разные у нас есть общий курс языковой у нас есть подготовка к экзаменам и это стоит дороже то есть например человек готовится к айлтс или человек готовится по французскому языку к далф или или по испанскому звук далее это стоит немножко немножко дороже например если урок обычные 60 минутный стоит 18 евро то такой урок по подготовке к экзаменам стоит 20 евро но я преподавателю плачу больше при этом то есть я и беру свою комиссию 4 евро все остальное отдаю учителя вот такие типы уроков это может быть что назови что угодно это может быть какая-то определенная лексика юридическая может медицинская все это актуально такой тоже бывает бизнес курсы которые тоже стоит немножко дороже про ниши я уже немножко говорила да мы смотрим что то что есть конкуренции какие ниши они занимают и что мы могли бы усовершенствовать вот позаимствовать но не заниматься плагиатом а усовершенствовать какие не существует ниже смежных областях то есть мы смотрим нас есть телева аудитория мы работаем с определенным языком или языками а что происходит в других рамках других языков что у них там это нужно обязательно посмотреть по длительности типу я уже сказала да материалы в этом я не говорила дело в том что у меня на сайте каждой школы есть блог и в рамках этого блога мы публикуем разные материалы актуальные для разные разных типов публики это зачем нужно для того чтобы привлекать людей на сайт чтобы они пользуются материалами и параллельно записывались на курс например на сайте школа русского языка как иностранного который называется русификей у нас есть чат-бот для практики разговорного русского языка видео материалы бесплатные электронные книги есть рассылка то есть это все в рамках блога есть бесплатные рабочие листы можно туда зайти и просто начать учиться есть тесты в рамках языковой школы что у нас есть у нас есть большое количество тестов на уровень языка все 54 языка которые у нас есть есть тест на уровне этого языка это очень важной вещью оказалось это тоже ниши почему потому что не так просто на самом деле найти в онлайн формате тест монгольского языка на уровень монгольского к примеру или там вьетнамского и люди просто вводят это в поисковиках там тест на уровень монгольского вот хотят определить на уровень монгольского языка и они упадают на наш сайт и так как учитель монгольского языка тоже найти не так просто на самом деле они к нам записываются вот такая ситуация дипломы и сертификаты тоже очень важная вещь наши дипломы дипломы нашей школы в принципе они не имеют юридических сил это просто мы выдаем диплома но боем диплом просто для того чтобы это вывесить на стену для хотя некоторые это предъявляют и на работе это нормально у них все срабатывает мы просто постарались связаться с некоторыми организациями которые которые занимаются онлайн тестирование например british council как оказалось у них есть специальный экзамен который они проводят в онлайн формате который называется english score и можно получить сертификат самый официальный от british council который можно предъявить на работе и вот мы с ними заключили контракт и я купила пакет с доступом к этим экзаменом и теперь я занимаюсь тем что распространяю в этом информацию то же самое произошло из институтом сервантеса по испанскому языку мы имеем право на проведение экзамена схели онлайн экзамен по испанскому ты стараюсь тоже такое дело потому что понимаешь что мы не можем давать именно официальный сертификат так здесь появились вопросы сейчас я на них отвечу а здесь есть такой комментарий по пакет на занятия ответила комментарий у меня были занятия с трехлетними детками длительность была 15 минут до это уже актуально да у нас тоже есть занятия с 4 3 4 летними в рамках другой школы это общее развитие комплексное развитие называется уроки мы работаем с детьми билингвами которые хотят развивать русский язык и вот родители прям хотят чтобы русский не терялся у них так уж с границы актуально тоже проводим уроки очень короткие динамичные с физическими упражнениями зарядками и действительно они продолжают 20 минут 15-20 минут надо 30 а вопрос такой интересна ваша политика в отношении пропусков как вы поступаете с пропущенными групповыми или индивидуальными занятиями преподаватель нужно платить вообще у нас такая политика если человек не предупредил о том что он будет отсутствовать до 24 часа и урок оплачивается иногда мы делаем исключение есть ученики которые у нас занимаются с 2013 года такие тоже есть и мужа относимся конечно с большим пониманием потому что и учитель относится сам с большим пониманием они да это практически друзья они знают друг друга прекрасно если что-то случается они готовы простить если нужно смотреть индивидуально конечно чудесно совершенно вещь потому что со временем преподаватели сдружается с учениками они встречаются с ними в разных местах мира очень здорово очень здорово получается такой культурный тоже обмен какие платформы ваш преподаватель используется проведение уроков мы используем зум обычно у нас есть несколько платных аккаунтов в зуме я даю доступ моим преподавателям там мы организуем уроки или даже такой старый добрый skype как в котором тоже проводим уроки вполне нормально другое дело что в зуме есть доска и для детей например это важно вот поэтому зум или skype некоторые используют кстати есть учителя который использует google me и который используется microsoft teams я иду навстречу здесь никакой проблемы нет я немножко об этом уже говорил это шаг 6 материала для сайта потому что сайт если это просто сайт визитка здесь есть риск того что он будет потом провисать в поисковиках что вот здесь большие проблемы он просто там и там и останется если вы не будете постоянно создавать материалы постоянно ключевые слова упоминать он не будет продвигаться вверх ну первый вопрос который нужно задать конечно нужно создавать материал нам самим будучи руководителями школы это невероятно тяжело потому что нужно время на все бухгалтерии администрации тексты для сайта и переводы и бог узнает что еще может быть вы еще уроки сами проводить поэтому когда я открывала школа я сначала создавала материал сама потом я поняла что это совершенно невозможно у меня просто не хватает времени я связала со своими преподавателями преподавателями которым я доверяла которые мне нравились я сказала давайте вот я вам буду платить а вы мне будете материал создавать для блоков и они согласились поэтому сейчас есть помощь по развитию блоков что может быть в блоке там могут быть общие статьи посвященные иностранным языкам электронной книги лучше бесплатные потому что если это будет платно то люди подумают что не захотят платить потому что иногда не захотят идти на уроки соответственно я использую электронной книги не как способ заработать деньги как способ привлечения людей мобильное приложение могут быть видеоматериалы я уже говорила об этом текст тесты упражнения и прочее социальные сети от сложный такой вопрос здесь я понимаю трудности которые возникают сейчас социальными сетями конечно я работаю в основном в фейсбуке на инстаграме также вот и у нас есть у меня есть большая группа посвященная преподавание русского языка детям билингвом в ней 16 тысяч человек и я занимаюсь развитием эти группы ты группы сама из есть помощница тоже нет возможно сейчас все 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 показать а группа называется билингвый русский язык и в конце название школа коллегдоскоп если вы хотите поискать можно найти на что я делала ставку когда развивала социальные сети моих проектов во первых первые две школы которые школу русского языка как иностранного школы иностранных языков то есть руси фикет и language life я поняла что я социальными сетями здесь вообще не справлюсь и поэтому я наняла помощников со временем а уж языковой школы вообще и социальных сетей особо нет то есть мы получаем учеников либо через сарафанное радио либо с помощью контекстной рекламы который хорошо работает здесь мне просто немножко было непонятно как развивать социальные сети потому что здесь 54 языка и публика разная она владеет разными языками собственно и на каком языке вести социальные сети тоже не очень ясно видимо на английском но как ты я пока этого не делаю пока это не 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 необходимо но если мы ведем речь о детях билингвах и совсем другая ситуация потому что здесь контекстная реклама не очень хорошо работает то есть мало кто в поисковиках начнет вводить слова билингвы и найдет нашу школу например поэтому мне пришлось развивать такое сообщество такой большой проект и здесь я подумала что наша группа будет не только рекламный но информативный то есть мы размещаем размещаем материалы ссылки связанные с билингвизмом вопросы для обсуждения для родителей билингвов и параллельно анонсы наших курсов и благодаря этому группа развивается потому что родители понимают что сообщество полезно им и бесплатно в том числе полезно но и они смотрят анонс и записывать социальных сетях конечно важно общаться с потенциальными студентами с публикой то есть у вас есть группа да и в комментариях пишут огромное количество информации да и нужно периодически появляться отвечать на эти комментарии конечно это тоже такая дополнительная работа ну понятно работа с студентами с потенциальными студентами формуляр заполняется на сайте этот формуляр попадает вам ваша задача быстро ответить и конечно ваша задача найти определенного совершенно преподавателя под определенного студента это важно вчера как раз мне написала женщина сказала меня удивлять что вы не автоматически направляете студентов преподавателя вручную ищете подходящего преподавателя для ученика я говорю а как это может быть по-другому у вас есть определенный запрос на преподаватель какой должен быть преподаватель вам должна найти определенного подходящего детям нужен один учитель взрослым другой у каждого свой запрос и именно поэтому эту часть я никому не отдала Никаким администратором и так далее. Потому что я нанимала преподавателей сама, и я знаю, кто кому подойдёт. Это очень важно. Быстрая связь, эффективная связь важна, вежливость, конечно, важна. И очень важно сейчас уже иметь в виду разные виды связи. Я вот такой пример приведу. Я не знаю, как я до этого не додумалась раньше. Буквально месяц назад только я на своих сайтах разместила свой телефон для связи в WhatsApp. Чтобы студенты могли задавать любые волнующие их вопросы в WhatsApp, а не только по мейлу. И это большой плюс. Я не знаю, почему раньше я этого не сделала. Потому что люди начали всеми писать в WhatsApp. И я поняла, какое количество студентов я потеряла, просто потому что не было моего телефона там. Это удивительно. Но я указала свой телефон, но у меня повалилось огромное количество спама через WhatsApp. Люди, которыми звонят ночью из каких-то стран, на языках которых я вообще не говорю. Там из Индии, из Пакистана. Да, ну то есть что-то пишут на хинди, на арабском. Я не могу это все прочитать. Я это вставляю в переводчик, просто рада любопытства. Обычно это просто спам. Ну я просто на эти вещи не отвечаю. На самом деле много конструктивных вещей мне тоже пишут. Я рада, что я добавила номер телефона. Это очень важно. Поэтому, да, вот разные виды связи. Это может быть и мессенджер, разные мессенджеры. Телеграмм, WhatsApp, мессенджер в Facebook и прочее. Пунктуальность важна, как я уже говорила, быстрота. Эффективная помощь в решении проблем. Потому что проблемы могут возникнуть разные. С оплатой, например. С тем, что ученику не подходит преподаватель. Она хотела поменять. Отменное, что угодно. Так. Как я определяю, кто кому подойдет? Ну, вот, например, вчера написала мне женщина. Она хотела записаться на немецкий язык. И она мне написала, что она живет в Германии. И что у нее есть определенная цель. И она хочет поступить в ВУЗ. Поэтому я понимаю, что ей нужен человек, который живет в Германии, имеет контакт с немецкой системой образования. Или человек, который сам учился в Германии и понимает, что нужно для этого сделать. Соответственно, я ищу ему такого преподавателя. У меня такие преподаватели есть. Если, опять же, если мы возьмем немецкий, если человеку нужно подготовиться к экзамену по немецкому языку, у меня есть другой преподаватель, у которого есть опыт подготовки к экзамену. Это все выясняется, естественно, на собеседовании. И при просмотре резюме я просто помню резюме каждого преподавателя и даю ему соответствующих учеников. Характер учитывается. И это очень важно, кстати. Это сразу видно на собеседовании. Я вижу человек, какой он. Презюме же не видно. А на собеседовании не видно. Он активный. Он будет использовать игровые методики или нет. Как он разговаривает. Грамотно ли у него речь. Особенно это важно для детей. Потому что преподаватель детей – это особый вид учителей вообще, конечно. Поэтому это видно. Это видно на интервью. Особенно мотивация. И это даже сложно описать, что это. Какой-то особый род характера. Особенно для детей я на это обращаю внимание. Преподаватель такой должен быть активный, веселый, с юмором. Много разных качеств, конечно. На самом деле очень интересно, когда русскоязычные студенты работают с носителями языка, которые владеют русским. И которые являются преподавателем. Потому что тут идет активный культурный обмен. Это просто прекрасно. Потому что преподаватели, они сами изучали русский язык. Некоторые были в русскоговорящих странах. И они заинтересованы иметь русскоговорящих учеников. Потому что им нравится, им интересно. И тут возникает еще дополнительная мотивация. Это здорово. Просто здорово. И они прям вот как-то срабатываются быстро. Некоторые. И привыкают друг к другу. И потом очень любят работать. Встречаются. Прекрасно. Преподаватель, кстати, тоже очень важно. Работать с преподавателями. Не только за студентами. Имеется в виду контакт. Да, тоже быстрая связь. Тоже разные виды связи. Обязательно дружелюбие, вежливость, пунктуальность. У преподавателей тоже могут быть проблемы. Там бывают грубые ученики. Господи, чего только не было у нас. Я защищаю. Стараюсь защищать учителей. Потому что есть... Ну, в разных ситуациях. Я должна посмотреть на ситуацию. Что там у ученика, что у учителя. Но если я вижу, что ученик некорректный, я просто предпочитаю с ним не работать. То есть, если он учителя моего будет оскорблять, зачем мне это надо. Ошибки в платежах должны отсутствовать, конечно. Потому что если вы начинаете работать с учителем, и сразу вы ему неправильную сумму отправляете, это очень некрасиво. Соответственно, работаем мы по договорам, чтобы все было четко, чтобы все было прописано. По поводу оплаты я, наверное, не сказала. Я принимаю деньги от учеников. То есть, это все идет, все эти денежные потоки через нашу школу. А потом, в конце каждого месяца мы получаем от предпедавателя счет с суммой, которую я должна заплатить каждому учителю. И с количеством уроков, проведенных с отчетностью такой. И я вот оплачиваю. Ну, как можно работать над сайтом, да? Нужно его обязательно... Ну, сайт не может просто стоять на месте, да? Ему нужно совершенствовать, модернизировать, обязательно заниматься SEO-продвижением в поисковиках. Мобильная версия сайта – это очень важно. Когда я открывала школу, я вообще об этом не подумала. Потому что не так люди часто использовали мобильный интернет. Сейчас я бы сказала, что, наверное, 80% студентов приходят к нам через мобильные версии сайта. Это планшеты, мобильные тексты. Поэтому она должна быть быстрой, и она должна быть понятной тоже. Тексты должны быть читабельные и так далее. Она должна быть специальной мобильной версии. Скорость открытия сайта очень важна. Я уже говорила о том, что люди не хотят ждать вообще, не хотят ничего читать, не хотят ждать, когда мы ответим по поводу учителя, и они не хотят ждать, пока откроются. А, ну я по поводу оплаты. Безусловно, мы используем разные формы оплаты. Потому что у нас учителя могут быть в Азербайджане, в Киргизии, в палатийских странах, в Китае. И мы вынуждены думать о том, какие платежи более выгодны и нам, и учителю. Нужно думать о комиссии. Комиссии я уже немножко говорила. Думать о комиссии при использовании разных форм оплаты. Потому что, естественно, некоторые формы оплаты съедает комиссию. Ну и, безусловно, контроль над платежами. Для контроля над платежами мы придумали специальную систему, которая генерирует автоматические счета. У нас есть возможность посмотреть это в программистном составе. Проблемы бывают разные еще. Агрессия студентов. Студенты-неплательщики. Мы стараемся, чтобы такого не было. У нас есть специальная система, где-то все можно посмотреть, где можно отметить, но некоторые все равно. Поэтому нужно напоминать. В конце месяца какие-то общие неприятные ситуации, несовпадение характеров между учителем и учеником. Поэтому нужна психологическая помощь. И политика переносов здесь я уже говорила. По поводу роста. Я уже говорила о расширении в рамках дипломов, о сотрудничестве, которое можно организовать. Можно больше языков включить, что я сделала. Можно больше типов курсов. Подготовка к экзаменам. Не только общих курсов, а подготовка к экзаменам. Бизнес-курс. Это такие ниши. То, что я назвала развитием, это открытие новых проектов. У меня получилось так, что я начала создавать проекты. У меня получилось 5 разных школ. У меня есть школа русского языка иностранного для взрослых. Есть школа иностранных языков. Есть школа для детей. Есть школа русской культуры для людей, которые не говорят по-русски. То есть это уроки русского искусства, литературы на итальянском, испанском языке, английском. Последняя школа для детей-билингвов на мировом уровне, уже без русского языка. Тут разные комбинации. Я выделила русский язык в первой школе. Это первая была школа, которую я открыла, потому что я сама являюсь преподавателем русского языка как иностранного. Мне было больно не выделять. Просто так получилось. Мне просто часто задают этот вопрос. Нужно понимать здесь, что если вы не развиваетесь внутри одного проекта, начинаете открывать много проектов, ваше внимание распределяется по этим проектам. И, возможно, у вас не будет времени, чтобы заняться развитием именно одного конкретного проекта. И не знаю, насколько это правильно или неправильно. У меня вышло так. Я до сих пор не знаю, было бы лучше, если бы я, например, занималась только своей языковой школой. Было бы, может быть, с точки зрения бизнеса лучше, но не так интересно, зато. Немножко я уже говорила об этом, что нужно терпение, постоянство. Это медленно растущий бизнес. По крайней мере, он был медленно растущий, когда я его открывала, потому что немногие люди знали еще о том, что онлайн можно получать образование вполне себе. Много было таких вопросов, а будем ли мы заниматься только разговорной речью, будут ли материалы, нужно было убеждать каждого студента в том, что да, что это обучение действительно. После 20-го года, после ковида все улучшилось. Тешелая работа, на самом деле, без выходных отпусков, нужно быть все время на связи и нужно научиться любить ее, вот эту работу тоже. Потому что я-то была учителем всегда, у меня 20-летний опыт работы именно учителем, и потом мне пришлось взять на себя административную функцию, функцию менеджера, продумывать проекты, создавать, проводить собеседование, и отдел кадров тоже здесь. Но я могу сказать, что теперь я люблю и свой преподавательский труд, и вот этот тоже. Я не успела показать сайт, просто у меня не хватило времени. Если вам интересно, вдруг я могу быстро продемонстрировать. Презентация уже закончена. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Так, по поводу характера я ответила. Да, по поводу автоматизации финансов. Так, это вообще очень сложная вещь. Сначала у меня не было никакой автоматизации, и это была ошибка, потому что мне приходилось все эти счета на доходы вручную создавать. Мне лично приходилось. А это очень, конечно, жестко контролируется. Налоговая инспекция, если вдруг, есть проверка, то все это нужно предоставлять. И поэтому мы создали под нашу школу, под нашей школой специальную систему автоматической оплаты. То есть студент входит в эту систему, он там регистрируется, и дальше предоставляются разные варианты оплаты. Когда он оплачивает, сдается счет автоматически на доход, то есть счет на вот эти уроки внутри системы, потом просто скачиваем эти счета. А вот что касается счетов на расходы, то есть это счета от преподавателей, которые я получаю, это я все, у меня учителя отправляют, я все вручную систематизирую. По поводу, да, как производить тестирование гипотез на расширение? Хороший вопрос. В плане, как вы понимаете, есть ли запрос примерно казахский язык? Я думаю, что я сделала все это изначально неправильно, то есть я подумала, аж тогда, когда я расширялась, я подумала, а что если включить казахский? У меня есть хороший учитель казахского. И я вот включала этот язык на сайт. А потом оказалось, что, ну, когда все началось, да, оказалось, что казахский язык вполне себе перспективен. И, между прочим, есть много казахских семей, которые эмигрировали из Казахстана и живут там в США, очень много в США, и они хотят, чтобы их дети владели казахским. Такая ситуация тоже есть. И с армянским тоже такая ситуация. То есть я изначально я не думала, что это может быть перспективно, а постфактум оказалось, что да. Про славянский я подумала, например, а что казахский или киргизский. У меня была просто возможность, я видела хорошего учителя, думаю, вот, дай-ка я его приглашу к себе. Это было так. И все. Белорусский у нас тоже есть, да. Белорусский у нас есть. Я белорусский не сказала бы, что большой вопрос. Но сейчас расцвет вот этих языков, малых, и поэтому есть у нас несколько учеников угла русского языка. Это тоже диаспора. Очень интересно. И, кстати, у нас есть некоторое количество учеников татарского языка. И не все они русскоязычные. Это замечательно совершенно. Как я это делаю сейчас? Сейчас мы, я вам скажу, сейчас мы вот в отношении именно языков не расширяемся, потому что у нас уже 54, уже особо некуда, да. Последний язык, которым добавили, по-моему, был суахили. И суахили люди занимаются, потому что это крупнейший африканский язык. Многие там, у них бизнес там и так далее. Сейчас я занимаюсь расширением других школ. Мои пятые школы для детей билингвов без русского языка. То есть это могут быть любые комбинации языков. Польский, английский, литовский и французский. То есть это дети со всего мира, которые владеют двумя языками или несколькими языками в совершенстве. Это перспективно, потому что сейчас очень большая эмиграция идет отовсюду, везде, движение просто людей. Миграция, скажем так. И многие люди живут в местах, где нет, например, польских школ или там латышских. И они записывают своих детей на онлайн-уроке. Ну вот такие мысли, такие гипотезы. Я на самом деле смотрю на общую ситуацию в мире. Конечно, я обязана следить за политико-экономической ситуацией. И очевидно, почему люди изучают сербский язык сейчас больше, русскоязычный особенно, или турецкий. И это затем будет тоже очень интересно наблюдать, потому как влияет политическая и экономическая ситуация в мире на тенденции в изучении языков. И это можно проследить. Это можно, в принципе, можно действительно проследить, проанализировать и не создать. Так, тут вопрос закончится. Я сейчас посмотрю, есть ли вопросы в папке вопросов. Нет, все в чате. Хорошо. Хорошо. Так, сейчас очень-очень быстренько я отключу презентацию, просто покажу сайт, и тогда мы с вами закончим, если вопросов больше нет. Сейчас я, значит, тут нужно остановить демонстрацию, так, чуть ли не, вернее, остановить, сейчас видите меня, да, и так, 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 вот. Сейчас вы видите мой сайт, он у меня на нескольких языках, называется language live, действительно 54 языка, это не шутка, действительно есть у меня преподавателя 504 языков, а, кстати, хотел сказать, что на монгольский еще записывается в последнее время достаточно, и удивительно на македонский. Вот все эти языки, которые можно изучать, дальше, то, о чем я говорила, отличия других школ, да, хотя понятно, что не все отличия, собственно, отличия, да, в других школах могут быть тоже эти отличия, но вот мы решили это указать, чтобы все было структурировано, понятно. Вот те самые экзамены British Council, которые у нас можно пройти, да, у нас есть разные акции, разные типы курсов, да, и так далее, ну, дальше уже начинается, преподавать, извините. Вот. Информация обо мне, как и директоре школы, школы здесь, конечно, важно указать, что у меня педагогическое образование, что я филолог, да, что я тоже владею несколькими языками, это все важно для репутации школ. Мы выдаем сертификаты, да, преподаватели, вот, вот список преподавателей, здесь прям вот резюме, чтобы показать, например, мне наш шведский язык, например. Сейчас, вот, например, да, Анника, преподаватель шведского, Анника, владение языками, образование, да, и опыт работы, все вот разделяется на эти три части, и опять же здесь важно, чтобы это не полным вот таким текстом было, а чтобы было вот конкретно, конкретно все по пунктам, чтобы все было понятно, да. Отзывы, по поводу цен я уже говорила, вот, вот эти цены наши, да, есть не специализированные курсы, специализированные курсы, да, вот пакеты с 10-20 уроков, собственно, я все это рассказала, я просто показываю, да, бесплатный пробный урок 30-минутный, можно приобрести подарочный сертификат тоже, то есть заплатить, и мы пришлем подарочный сертификат на любое имя, вот те самые тесты языков, которые, которые у нас можно пройти, в чем преимущество тоже, да, в блоге у нас есть статьи, посвященные изучению языков, на русском и английском языке, да, и вот формуляр, собственно, ничего такого, да, особенного здесь нет, где-то формуляр, никак не хочется гружаться, видимо, зависает тут, вот, и у нас есть версии на нескольких языках, на английском, на русском, на французском, на итальянском, на испанском, ну, то, что касается, например, других моих проектов, там это все по такой же схеме строится, ой, это я вошла в платежную систему, вот, кстати, возможность посмотреть платежную систему, да, тоже интересно, я вошла в платежную систему, потому что я, я уже там зарегистрирована как администратор, поэтому, входя на сайт, сайт распознает, что я администратор, да, и просто, соответственно, меня в платежную систему перенаправляет это конечно не будет с новыми студентами так вот вы можете видеть да что происходит вот значит дата фамилия имя какой курс человек выбирает сколько он заплатил и через какую систему платежей потом все это нумеруются и скачивается вот и все и проверяется соответственно вот такая система то здесь есть тоже статистика потому кто у нас пришел заплатил через систему все прочее здесь же учитель отмечает уроки которые у него были с учеником и студент может посмотреть я показал сайт одной школы если вдруг вам будет интересно посмотреть другие сайты там это немножко все по-другому устроена я просто сейчас в чате да ссылки это то что я сейчас показываю вот 2 и 3 это школа для билингов это школа русской культуры это самый такой мой наименее успешный проект потому что таких людей немного и соответственно последний это для билингов со всего мира вот спасибо тогда большое за за внимание так еще вопросы есть хорошо ой по поводу агрессии очень интересный вопрос конечно скажите пожалуйста какие факторы способствуют возникновению агрессии у студентов какие стратегии кроме упомянутых вами могут эффективны предотвращения сложный вопрос потому что последнее время много агрессивных студентов взрослых так детей у детей могут быть разные причины стресс в школе буллинг например может быть они них есть аутичные черты здесь понятно здесь нужно беседовать с родителями можно от групповых уроков отходить приходить к индивидуально и просто находить детям подходящих учителей это отдельная сложная работа если касается взрослых сейчас на самом деле такой период когда многие агрессивны и это можно видеть сразу я как администратор ты вижу когда человек записывается на курсы даже в комментариях иногда пишут какие-то какие-то вещи я понимаю что мне нужен так только такой учитель да потому что я у меня был плохой опыт и так далее но это еще не агрессия но я чувствую что может появиться и тогда я начинаю с этим студентом обсуждать что ему конкретно нужно какой учитель ему нужен проводится пробный урок и после пробного урока становится понятно какая там проблема обычно ученик пишет что-то мне много довольных учеников да и несмотря на то что он мог написать что-то в комментарии изначально не очень хорошие многие боятся очень боятся что их обманут что учитель будет непрофессионально нужно их успокаивать пока нет нас такого не бывает правда что учитель для нас хорошая никто вас не обманет если вы хотите вы можете платить поурочно вот у меня такая ситуация была недавно отец по моему они живут на сахалине решил записать свою дочь на сербский язык у них был какой-то негативный очень опыт и они просто действительно боятся и отсюда возникает агрессия страха их обманутых там мошенники какие-то обманули их не спасти за пять уроков и мошенники ушли с деньгами такие люди просто просто должны пройти пробный урок понять что учитель действительно работает и потом побеседовать со мной чтобы я их успокоил а бывают люди изначально агрессивные тогда вообще это большая проблема я предпочитаю с такими не сотрудничать обычно это выясняется не сразу выясняется после нескольких уроков и если появляется агрессия по отношению к учителю у нет я этого не допускаю я лучше клиента потеряю чем чем моего учителя будут какие-то проблемы так какие общие проблемы часто всего чаще всего возникает в учебной среде ну в учебной среде разные проблемы возникают если мы говорим о детях фух тут большое количество проблем да невнимательность него не выполнение заданий дети которые не умеют пользоваться компьютером выключает камеру месяц на уроках дети в спектре которые не выдерживают уроков просто здесь разные разные очень могут быть вещи с детьми да в учебной если мы говорим о группах да в группах тяжелее группах тяжелее всегда особенно детям поэтому мы таким детям просто говорим можете перейти на индивидуальные уроки мы вам пойдем на встречу вам дадим скид а вот в учебной среде со взрослыми чаще всего возникают такие вопросы несовпадения характеров бывают учеников учителей или что-то они считают тем не того учителя дала я стараюсь это решать у нас есть еще и другие посмотрите речи мы попробуйте или я изначально говорю вы можете попробовать с несколькими учителями выбрать одного тогда вопрос избегаем этих проблем столкновения этих действительно проходит пробные уроки с несколькими и убирают одного бывают проблемы с материалами ученики хотят определенный учебник это дойдем на встречу и говорим вот вы можете приобрести обычно мы это мы говорим чтобы студенты приобретали учебники либо у нас преподаватель готовит презентации по 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 учебным материалам сами это разные бывают вот вопросы то и все приходится всем приходится помогать и приходится решать конечно были какие-то вопиющие совершенно случаи даже не хочется рассказать есть студент с отклонениями психическими и естественность это выясняется мы с ними не работаем больше даже не хочется пример приводить но были некоторые вещи сексуального характера которые были на занятиях это просто ужас так вот я сказал о проблемах учебной среде конечно нет проблем с детьми могут быть разные проблемы как непосредственно с детьми так с родителями родители о это бывает трудно особенно мамы мамы думать что у нее у детей определенный уровень русского потом окажется что другое они не согласны не согласны с материалом не согласны с подачей это самый трудный контингент это очень трудно так большое спасибо за отзыв сергей я постаралась постаралась что все было конкретно есть большой курс который посвящен созданию бренда который можно приобрести там все прям подробно и расписываю я и про анонсы в социальных сетях и про то как ввести школы и ежедневно эту работу это прям вот подробно 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 чтобы приобрести нужно просто ко мне обратиться это уже записаны курс до 89 90 минутных вебинаров с конспектами дополнительными материалами там уже все более более подробно спасибо большое за внимание с вами наверно прощаюсь уже если какие-то вопросы вдруг появятся нужно можно связаться меня зовут юлия омлинска ездить в социальных сетях на всякий случай дам свой мэйл если это нужно пишите мне конечно буду очень рада спасибо тогда до свидания хорошего хорошей недели хорош